Наша запись включена. С вами автор и ведущая курса «Новое сознание» для новой технологии Нариса Артамонова. И эту серию вебинаров, этот цикл вебинаров проводится в поддержку уникальной технологии, технологии современного человечества, которая помогает планете вернуться к самосохранению, к развитию в том направлении, где человечество и планета, наконец-то, возможно, впервые за тысячелетия, наверное, миллионы лет существования человечества на планете Земля, наконец пытается найти для себя точки соприкосновения, которые взаимно обогащают друг друга. И то, что сегодня мы встречаемся здесь, говорит о том, что мы с вами готовы к тому, чтобы начать расширять свое собственное сознание. Вся история человечества показывала всегда, что новые технологии никогда и нигде не рождаются из старых. Никогда лошадь не превратится в автомобиль, даже если по бокам, рядом с ней поставить колеса, если к телеге, в которой она запряжена, добавить еще новых колес, либо какие-то другие инструменты. Новые технологии всегда появляются из нового типа мышления, из тех новых степеней и уровней свободы, где один человек, либо группа людей, либо все человечество на момент его развития способно заглянуть за пределы ограничений, в которых оно оказывается на сегодняшний момент. И пределы ограничений вовсе не означают какие-то времена аппетикантропа, либо средневековья. Времена ограничений и создание ограничений появляется всегда, где человечество начинает отрицать новые способы развития для себя, новые возможности. И сегодня мы с вами рассмотрим механизм, почему это происходит. Наша с вами постоянная фраза, что не чудес, есть та или иная степень знаний, сегодня покажет вам, каким образом на самом деле происходит развитие, либо деградация человечества. И каждый человек ответственный за это, каждый человек вносит свою собственную лепту выборами, либо отсутствием выборов за то, куда движется все человечество в целом. И когда было понято, мы говорили с вами об этом на предыдущих юбинарах, что сила одного единственного человека, сила его сознания, свет пробуждения человека всегда был решающим и очень могущественным катализатором перемен для всего человечества, для всей планеты. И когда это действительно было выяснено и призвано, очень быстро начала создаваться и распространяться такая антиинформация, антиинформация или информация, направленная на противоположность от развития, которая гласила, что один человек ни на что не влияет, что одному человеку нет никакой причины делать шаг вперед и каким-то образом пытаться улучшить мир, потому что система, которая включает в себя все человечество в целом, просто затопчет этого одного человека, и мир никогда не узнает о его собственных озарениях, о его собственных пробуждениях и просветлениях. И сегодня мы с вами увидим, что это не так, что это никогда не было так. И когда вы начинаете переходить в мир и творчество, весь мир меняется. Время меняет общечеловеческие ценности или оно меняет человека? И сегодня мы с вами рассмотрим тему, которую можно обозначить как парадокс ценности. Когда человечество уверилось в том, что один человек ничего не решает, когда человечество полностью позволило себе утвердиться в мысли, что только из прошлого появляется будущее, что прошлое невозможно измерить, что если мы чего-то не видим и чего-то не понимаем, то это не существует. Из этого и родилась переоценка ценностей человека, когда то, что действительно воистину является ценным для человека и для этой планеты, было отодвинуто на второй, третий и еще более низкие планы, и на поверхность было выведено то, что разрушает человека и человечество. Мы очень часто слышим сейчас в последнее время такие фразы, как «миры непроявленного», «квантовое состояние сознания», «квантовые миры», «квантовая физика». Мы очень часто сейчас слышим такие понятия, которые говорят о том, что что из себя представляет время и пространство. Одни доказывают, что все это ленинно и статично. Другие доказывают, что все это очень пластично и может меняться. И сознание является тем катализатором той новой степени свободы для всего человечества, которая позволяет времени и пространству меняться так, чтобы общечеловеческие ценности выходили на поверхность, занимая те места, для которых они были предназначены, быть на первом месте общечеловеческим ценностям. Откуда берется ограниченное сознание в мышлении? Почему человечество настолько неподвижно? И сняв, когда каждый отдельный человек снял с себя ответственность за то, чтобы делать выборы и быть осознанным, то все человечество оказалось там, где оно оказалось. В перепроизводстве, в производстве ради производства. Сохламление планеты, создание экологии, которая уже не поддерживает человечество. в создании очень больших градаций между понятием бедной и богатой. Наличие на этой планете неограниченных на самом деле ресурсов, планете, которая способна прокормить на сегодня более 10 миллиардов человек, мест, где люди тотально голодают. И мест, где тоннами, миллионами тонн, каждый день, каждый месяц выбрасываются неиспользованные продукты питания. То есть планета, которая имеет такую разницу в градации на шкале мышления от одного полюса к другому, от минуса к плюсу, что это уже выходит за рамки понимания и понятия человек осознанной. Итак, время, пространство и скорость это те координаты, благодаря которым и посредством которым в физическом мире строится абсолютно всё. И мы сегодня с вами будем оперировать двумя понятиями. Это 3D дуальность, 3D мир и межпространственный мир. Миры непроявленного, хотя это на самом деле совершенно не так, миры творчества. Пятое измерение, шестое измерение и дальше. В мире ограничений принято считать, что мир дуальности, тот мир, в котором мы живём, этот мир вчера, сегодня, завтра, который оперирует только линейными понятиями, либо мир, который помогает человеку перемещаться только в ограниченной среде, хотя, казалось бы, у него существует три вектора высота, ширина, длина. Ну, да, существует ещё пространство и время, но человек вдруг обнаруживает, несмотря на все технологии, что как бы он ни старался, он не в состоянии при всех своих развитиях технологических выйти за пределы линейности, то есть перемещаться благодаря этим технологиям за пределами времени. сознание обладает такой способностью делать квантовые скачки и спокойно перемещаться в прошлое и в будущее, вносить из будущего новые технологии, новые идеи, новые концепции, и это недоступно тому, что сейчас наблюдается в трёхмерном мире. А в трёхмерном мире полностью отсутствует атрибут четвёртого, высших четвёртых и пятого измерения это творчество. Творчество, которое является основным катализатором создания и внесения новых концепций и креативных идей на эту планету. И когда мы рассмотрим всё человечество, включая тот же автомобиль, который пришёл на смену лошади, он появился вовсе не из того, что к телеге приделали мотор, либо озадачились тем, как лучше кормить лошадь, как лучше скрестить одну породу с другой, чтобы лошадь мчалась по пустыне либо по дороге ещё быстрее. Потребовалась новая концепция. Новая концепция передвижения, которой не существовало на тот момент на планете Земля. И эта концепция появилась, мы можем сказать, это совершенно определённо, из иных, из новых сфер сознания. А в мире ограничений, в мире дуальности, то, что называется сейчас во многих источниках миром 3D-дуальности, 3D-реальности, где человек ограничен своей милостью, самой устойчивой фигурой является даже не куб, а пирамида. пирамида, у которой есть основание, причём это основание обязательно четырёх границ, потому что именно тогда пирамида квадрат, именно тогда пирамида является устойчивой. Время, пространство, скорость, координаты, когда человек, создающий технологию, либо создающий предмет, либо перемещающийся в сам пространство, оперируя этими атрибутами человека третьего, четвёртого измерения, всегда как бы, как ему кажется, может рассчитать, где он окажется. У современного человечества и у человеческих цивилизаций, которые существовали до нашей цивилизации, припринималось очень много попыток и усилий манипулировать временем и пространством, скоростью и координатами. Припринимались огромные попытки для того, чтобы стать властителем этих измерений, этих, как бы, этих понятий. И человечество всегда приходило в тупик. Скорости, которые увеличивались при достижении, использовались при движении, использовались лишь для того, как и в современном нашем мире, который мы наблюдаем сейчас, лишь для того, чтобы быстрее долететь или добежать до соседа, быстрее достигнуть границ соседнего государства, поработить его, истребить его, захватить и так далее. И сейчас, когда мы наблюдаем современный мир, который находится за нашим окном, мы констатируем, что это факт также, потому что самые высокие скорости в военной промышленности, в космической промышленности, которая первоначально была задачена не тем, как сохранить жизнь человеку, как быстрее привезти воду нуждающимся, как быстрее поставить помощь, медикаменты, либо груз тем, кто оказался в какой-то катастрофе, в катаклизмах, а только для того, чтобы быстрее долететь, чтобы сбросить бомбы, быстрее захватить и так далее. Ничего не изменилось, потому что отсутствует творчество. Творчество как основной атрибут развития человека. У нас были и в нашей цивилизации несколько периодов, когда творчество выходило на первый план, когда города, страны делали особый упор и акцент на творчество и действительно имели взлеты в своем развитии. Причем к творчеству относится неспособность человека писать какие-то необыкновенные картины либо создавать необыкновенные музыкальные поэтические произведения. Творчество является неотъемлемым атрибутом на самом деле человека, всегда это было так. И творчество это инструмент, который помогает человеку прежде чем принять решение, прежде чем совершать какое-то действие, оценивать его творчески, быть осознанным и наблюдать, что сейчас я осознанный человек, я творческий человек, я творческая личность. Мои действия, мысли, эмоции, все, что я сотворяю, они способствуют сохранению мира на планете, они способствуют тому, что на первый план выходят общечеловеческие ценности, либо мои действия в отсутствии творчества, приводят к тому, что я считаю, что наш мир очень ограничен, у нас нехватка ресурсов, и обязательно необходимо биться за ресурсы с одной стороны и защищаться от тех, кто хочет захватить мои ресурсы, с другой стороны. А в мире, который является очень статичным, в мире ограничений, то, что мы называем 3D-реальностью, для того, чтобы передвинуть вот ту структуру, ту фигуру, пирамиду в данном случае, которая считается незыблемой и прикованной в пространстве, необходим пятый элемент. Пятый элемент, который позволит этой фигуре переместиться. Необходимо нечто снаружи, потому что внутри этой структуры отсутствуют силы, которые позволили бы ей сдвинуться с места. И сейчас мы можем эту пирамиду с вами передвинуть, если мы возьмем ее за верхушку, то есть появляется некая пятая сила, некий пятый элемент, который отсутствовал тут внутри этой пирамиды, внутри этой статичной структуры. И этот некий пятый элемент в состоянии взять и передвинуть пирамиду, переместить ее в новое пространство, развернуть ее так, чтобы она опиралась на совершенно другую грань, на совершенно иную грань, и возможно даже благодаря этому представила в одной из проекций совершенно другую фигуру. Вы знаете, в интернете очень много фотографий, которые показывают, что одна фигура объемное изображение, когда его начинаешь раскладывать цилиндр, в данном случае, если его разложить на 2D рисунки, то с одной стороны это будет восприниматься как прямоугольник и так далее. Здесь то же самое. Творчество, когда оно перестает являться естественным атрибутом создания современного человечества, делает все, что создает человечество, очень стационарным, негибким и неподвижным. И мы это наблюдаем везде. Тот мир в отсутствии творчества, в линейном мире, в мире манипуляций, глобальная катастрофа является единственной причиной на самом деле расширяться за пределы ограничений и рассматривать новые концепты развития технологии науки человечества для того, чтобы перевести все человечество на совершенно новый уровень. Именно в линейном мире, мы рассматривали с вами перед этим временную шкалу, откуда берутся резонансные точки, откуда берутся новые точки, расширения и почему в мире линейном так хорошо срабатывают всевозможные карты, всевозможная нумерология, расчеты и предсказания, которых было очень много, которые с необычайным упорством сбывались и вдруг произошло нечто. Вдруг мы подошли к реперной точке, которая являлась 2012 годом и было обнаружено, что пророчества перестали сбываться, что тот ожидаемый конец мира и конец света, который пророчили все, вдруг каким-то волшебным образом просто эта точка была растворена, эта точка исчезла с дальнейшей карты путешествия человечества, вместе с этой планетой, по этой галактике, по этой вселенной и вообще в этом физическом мире. Что происходит? Чем так уникален с одной стороны, а с другой стороны предсказуем линейный мир, мир плавности, мир ограничений? Чем является линейный мир в отсутствии творчества? В отсутствии творчества человеческое сознание передает бразды правления уму. И ум больше реагирует на волны. Он реагирует на волновую природу явлений и происходящего. А мы с вами знаем, что волновая природа гласит о том, что большая волна всегда поглощает меньше. На этом принципе было основано все развитие человечества до 12-го года, если мы сейчас будем рассматривать нашу с вами эру, наши времена и тот миг, когда мы воплотились и сейчас присутствуем на этой планете. Так как в мире ограничений полностью отсутствует творчество в широких масштабах, творчество не может отсутствовать всегда. Потому что даже тот момент, когда человек начинает себя украшать, почему женщины более дольше на самом деле даже и живут на планете Земля, потому что тот момент, когда они вынуждены делать себе макияж, прическу, либо проводить иные манипуляции со своей внешностью, причем это было наверное и со времен, когда мы сидели в пещерах и были человеком каменного века, женщина всегда была свойственна украшать себя, жилища, своих детей, свою семью, это является неотъемлемым элементом творчества. Творчество всегда присутствовало в истории развития любой цивилизации. Вопрос лишь в том, насколько творчество полностью входило в жизнь данной цивилизации и являлось почитаемым. как раз совершаются на этой планете любые изобретения, новые направления в науке, в технологиях, в философии, в образовании, в том, что из себя представляет семья, в том, что из себя представляет сообщество, в том, как должна развиваться история и так далее. Это не имеет широкого применения, потому что тут же начинает срабатывать волновая концепция, концепция волны линейного мышления, которое обладает только двумя свойствами. Оно либо обороняется, либо захватывает, потому что прекрасно понимает, что если волна, которая надвигается на меня больше, она меня поглотит, поэтому моя задача либо стать большей волной, либо выстроить некую преграду, которая не позволит волне, которая надвигается на меня, поглотить И ничего другого за пределами этого в линейном мире развития не существует. Поэтому все технологии, которые мы наблюдали и наблюдаем сейчас в большей массе, они – это технологии захвата. Это один изобрел, другие сделали это своим. Начали немножко переделать, потому что творчество создать концептуально новое не существует, если человек не расширил свое сознание. Поэтому человек старается своровать, и мы это видим, когда воруют идеи, когда захватывают фирмы, когда выдают чужие изобретения за свои, когда занимаются только тем, что переписывают друг у друга статьи, переписывают друг у друга курсы, продают чужие материалы, продают чужие технологии. И более того, сейчас, когда мир уже полностью исследован, когда невозможно открыть новую Америку, потому что такого континента не существует, когда невозможно создать новую страну, потому что мир уже поделен и все договоренности подписаны, начинаются захваты в других областях, начинается захват целых корпораций, начинается захват целых технологий, начинается негласный захват материков и стран и государств, причем это все вуалируется под такие очень красивые концепции, как ВТО, как всеобщее равенство и всеобщее вратство, и всеобщая защита, забота, включая наше всемирное общество здравоохранения, которое, как оно позиционирует себя, заботится о здоровье человечества в тот момент, когда организация озадачена только тем, чтобы как можно больше человечества болело, и как создать очередной препарат, который очень красиво его разрекламировать, чтобы единственным эффектом от приема этого препарата была необходимость создания десяти новых, которые будут бороться с побочными эффектами, только что созданного. Ленивый мир. Мир вибраций. Вибрации, которые всегда идут из прошлого. Они не могут идти из будущего. Это волны, это развитие, которое основывает свое потенциальное будущее только на своем прошлом, даже если это прошлое было разрушающим. И для этого была создана своеобразная концепция. И за эту концепцию она очень незаметно вошла, очень тихо вошла в умы всего человечества и на сегодня является самым могущественным инструментом для того, чтобы держать народы и государства в рабстве. И это концепция традиций. И это очень хорошо распиарено среди человечества. И люди взамен того, чтобы смотреть, что нового они могут внести в эту жизнь сейчас, чтобы изменить традиции, которые не поддерживают их, борются друг с другом, отстаивают спину рта, ходят маршами, слагами, транспарантами в защиту своих традиций. Большинство из которых, если не сказать все, являются разрушающими сегодня. Именно отсюда стремление держаться традиции мы до сих пор имеем на этой планете, как нам кажется прогрессивного сознания, такие уродливые формы, как кровная вражда, как всевозможные физические насилия, которые считаются нормальным и передаются как акт мужества по наследству от поколения к поколению. Традиции, где до сих пор мы гордимся тем, что показывают друг другу вигваны, показывают друг другу хижины и шалаши. И очень трепетно почему-то оберегаем это, считая это своими традициями. Но мир никогда не развивался из прошлого в будущее. Все перемены в мире, все самые высокие технологии, которые дали новые степени свободы, они появлялись из будущего. Потому что всегда появлялся кто-то, кто хочет сделать иной шаг, кто хочет повернуть эту пирамиду, кто хочет показать миру, что мир совсем иной. Что существуют эти новые степени свободы, которые могут позволить и позволяют человечеству иметь человеческое лицо. И тут на этой амплитуде, которую вы видите на этом графике, если мы его так назовем, вы увидите вот эту серую линию, которая всегда означала точку сейчас. Точку истинного развития человечества. Некий взлетов и падений, которые всегда будут на самом деле, они будут являться основными в линейном мире. Потому что мир, с одной стороны, не хочет меняться, потому что основывается на традициях и концепциях своего прошлого, причем очень давнего. И нам достаточно посмотреть на религии всего мира, которые основывают свои традиции на писаниях двухтысячелетней и более того давности. И передают это сейчас мир как основную догму для того, чтобы этому подчиняться и этому следовать. Человек на этой волне, при любой амплитуде, как бы высока или низка она не была, это человек, который всегда будет сожалеть о своем прошлом, будет сожалеть о том, чего он не успел достичь, какие возможности упустил, или считать, кто относительно него был неправ. И этот человек всегда будет бояться своего будущего, он будет бояться его либо потерять, либо то, что оно ухудшится, либо неизвестности. Страх будет основной причиной движения по этой линии, по этой шкале. И только в тех точках, когда человек устает оглядываться назад, либо устал уже пугаться своего потенциального будущего, он оказывается вот в этой точке пересечения линии сейчас, когда он на секунду расслабляется и когда в нем появляется искра творчества, когда человек перестает сопротивляться в этот момент, человек переходит в мир расширенного сознания, в мир творчества. И тогда все то, что являлось волной мира 3D, мира ограничений, где одна волна всегда пыталась захватить, поглотить другую, где один человек всегда пытается доминировать над другим, где одно государство всегда пытается доминировать над другим, этот мир из черно-белого и серого вдруг становится цветным, он становится творческим. И это творчество исходит из центра каждого человека Земли. Оно не появляется целиком в каком-то государстве, оно не появляется целиком на каком-то континенте, оно является неотъемлемым атрибутом и правом каждого человека планеты Земля. В этот момент, когда один человек смотрит вокруг себя и решает, что я живу на этой планете. И, наверное, я не могу изменить весь мир и потратить всю жизнь на то, чтобы бегать с транспарантами по всей планете и развязывая новые конфликтные точки на этой планете. Я делаю выбор здесь и сейчас, в своем пространстве начать жить по-иному. Я выбираю здесь и сейчас включить у себя механизм творчества. И человек начинает жить так, как он считает для себя важным. Внутри каждого человека заложен тот баланс, который всегда приводит его к творческому центру, к центру, который помогает поддерживать общечеловеческие ценности на этой планете. И тогда люди перестают поглощать друг друга. Тогда сообщество перестает давить на друг друга. Тогда каждый человек оглядывается вокруг себя и смотрит, чем он может помочь соседам. И что бы ни говорили новости, которые показывают СМИ, о чем они пишут, человечество более творческим сейчас становится, чем оно было. Все больше и больше людей протягивает руку в помощи друг к другу. Все больше и больше людей предоставляет друг другу кровь и дом. Все больше и больше людей начинают расходовать свои ресурсы не на самообогащение, а на то, чтобы улучшить мир вокруг себя. Существует даже парадокс ценности. В современном мире, в мире, который мы в прошлый раз смотрели с вами небольшой мультфильм, который больше похож на ужастик, но это действительно так, когда мы просто потребляем ради потребления, мы производим товары ради товаров, не ради человека. И сейчас это перешло уже в такие сферы, когда создан парадокс ценности. И был проведен эксперимент. На самом деле эти эксперименты проводились многократно, наверняка многие эксперименты проводятся и сейчас, где группу людей, либо отдельного человека ставят в ограниченные условия и начинают наблюдать. С одной стороны, сможет ли, навязывая ему совершенно иные ценности, начинают наблюдать, сможет ли человек во всем этом вернуться к себе и понять, что то, что ему навязывают, не являлось его ценностью никогда. И ему не нужно следовать за этим. Человек не обязан, когда он смотрит на черное, заявлять, что это белое. Человеку важно быть осознанным. И у нас проводилось, на самом деле, очень много психологических экспериментов над людьми, над группами, которые добровольцами шли в это, а может быть и не совсем добровольцами. И было доказано, что если человек перестает быть творческим, если человек перестает быть осознанным, он почти мгновенно начинает принимать иллюзию за реальность. И начинает жить в мире, которого на самом деле не существует. В мире, который ему навязан настолько, что человек начинает отказываться от истинных ценностей. Когда мы начинаем заниматься творчеством, когда у нас появляется с вами пятая нога у морской звезды, вы знаете, что морская звезда является на самом деле уникальным животом. А когда она начинает перемещаться по кораллам, она старается использовать свои четыре ноги именно для того, чтобы закрепиться, очень плотно закрепиться во временем пространстве, среди морских и океанических течений, для того, чтобы плотно поужинать, может позавтракать, а может пообедать кораллам. И когда она все съедает, либо когда для нее пришло время перемещаться, она удерживаясь четырьмя лапами за четырьмя ногами, как угодно назовите это, чем она владеет, удерживаясь за пространство, за точку в пространстве, пятой ногой этим пятным своим отростком начинает искать новое пространство для того, чтобы переместиться. И когда это новое пространство, в данном случае, может быть, новый коралл, выступ новой скалы, которой крайне идут не исследованы, она зацепляется за него, это свои пятые лапы или чем-то угодно. То, что является намерением в мире человека, после того, как плотно закреплено, начинают перетаскиваться все остальные четыре щупальца, либо лапы, отростки этой морской звезды. В мире человека, в мире сознания, все то же самое, нет чудес, есть та или иная степень знания. И все, что мы считаем, уже вы видели, наверное, слайд, это, может быть, что вы видите сейчас, все, что считается магией, все, что считается алхимией, все, что считается непознанным, на самом деле, доказательным является. Это высочайшая наука, наука неба, наука космоса, наука Вселенной, наука галактики, наука непроявленных миров, которая пытается пробиться сюда в физический мир, но на сегодня пока не имеет под собой определенных физических законов. Но это вовсе не значит, что это лженаука. Это лишь означает, что человечеству в общей массе и каждому человеку отдельно пора начать использовать пятый элемент творчества, перестать держаться этими четырьмя ощупальцами за безжизненный коралл, который уже съеден, за эти опустошенные территории, и, наконец, начать развивать в себе творчество, начать развивать в себе иные ценности. И первое, что необходимо человеку в этот момент – провести переоценку своих собственных ценностей. И честно себе сказать, посмотреть на все, что находится вокруг человека. И это будет, на самом деле, вашим заданием. Потому что вы здесь не просто так, мы с вами в обучающем процессе, и у вас будут задания, я буду безгранично благодарна всем вам, если вы будете писать ответы на него под видеороликом. Вы знаете, что у нас это выкладывается на нашем Ютубе в портале, и вы можете там всегда найти все записи этого направления. Новое создание для новых технологий. Итак, можете написать сейчас в комментариях, те ценности, что сейчас для вас является ценностью. И эта ценность, она действительно ваша, она действительно осознана вами, или она навязана вам другими. Вот я буду очень благодарна всем вам, кто сейчас напишет здесь, в чате, что для вас является ценностями. Вот лучше всего будет, буду просто счастлива, если вы напишите, какая переоценка ценности у вас произошла. Какова она была в вашей юности? Каковы ценности сейчас у вас? Какими были ваши ценности еще 10-15 лет назад, когда мир не владел этой информацией, которая сейчас владеет? Когда были недоступны в широких массах вообще такие понятия, как мир незривого, мир непроявленного, квантовая физика, квантовое сознание, новые технологии. Кем является человек? Что произошло с вами? Изменилась ли у вас, прошли ли переоценка ценностей в понятии семья, в понятии образования, в понятии дом, в сфере недвижимости или имущества? Вспомните, наше поколение, вот я когда была юной, училась еще в институте, я помню, что в поколении наших родителей ценности были очень специальными. Все бегали за фарфором, за столем, за стенками. И если стенка, помните, такая мебель была, если она действительно была оправдана, потому что она работала как книжные шкафы, как комод для всех вещей, но чем была оправдана ценность у столя, которые вкладывались в последние деньги, этих позолоченных делок и ложек, наверняка у вас это тоже было. И потом мы даже не понимали, что с этим делать, что делать с этим хрусталем, куда его деть. Но это было ценностью в тот момент. Это было очень важным. То есть очень тонко манипулировали тем, куда направить основные силы и ресурсы человека. Взамен того, чтобы он занимался развитием себя, взамен того, чтобы он наконец начинал широко распространять творчество на этой планете, взамен этого было навязано ложные ценности. Ложные ценности. На самом деле мы это видим и сейчас. Мы видим этого очень много среди молодежи, которая полностью дезориентирована в современном мире. И ее ценностью является карьера. Ее ценностью является как можно больше прибыли. Причем даже если эта прибыль носит криминальный характер, это считается не таким уже и плохим. Просто сам факт того, что ценности полностью сменились. И сейчас давайте посмотрим с вами, что такое на самом деле парадокс ценности. Представьте, что вы участник игры, где можно выбрать один из двух призов. Алмаз или бутылку воды. Выбор прост. Алмазы бесспорно ценятся больше. Теперь представьте, что вам нужно сделать тот же выбор. Только на этот раз вы не участник игры, а человек, бродивший несколько дней по пустыне и мучимый жаждой. Ваш выбор изменится? Почему? Алмазы уже не такие ценные? Это парадокс ценности. Прекрасно описанный Адамом Смитом, одним из первых экономистов. Согласно данному парадоксу, определить ценность не так уж просто. Участвуя в игре, вы думали о меновой стоимости каждого предмета. Что вы могли бы получить за него позже? Но в экстремальных условиях, таких как упомянутая пустыня, гораздо важнее потребительская ценность вещей. Насколько они полезны в конкретно вашей ситуации? И так как нам дано выбрать только одно, мы должны учесть упущенную выгоду. То есть, что мы теряем, выбирая одно и отбрасывая другое. При этом неважно, сколько вы сможете получить от продажи алмаза, если вы так и не выберетесь из пустыни. Большинство современных экономистов рассматривают парадокс ценности, пытаясь свести свои соображения о нем к понятию полезности. Насколько полно что-то удовлетворяет нуждам или потребностям человека. Понятие полезности применимо ко всему, от базовой потребности в питании до удовольствия от прослушивания любимой песни. Естественно, полезность меняется в зависимости от человека и обстоятельств. Рыночная экономика предлагает нам простой способ определения полезности. Попросту говоря, полезность чего-либо определяется тем, сколько вы готовы за это заплатить. Теперь снова представьте себя в пустыне. Только на этот раз вам предлагают новый алмаз или новую бутылку воды каждые 5 минут. Большинство выбирает столько воды, сколько нужно до конца путешествия, а затем столько алмазов, сколько можно унести. В основе этого лежит явление предельной полезности. Оно означает, что выбирая между алмазами и водой, вы сравниваете полезность, получаемую от каждой новой бутылки воды, с полезностью каждого нового алмаза. И вы всегда прибегаете к этому механизму, когда делаете выбор. Первая бутылка воды для вас ценнее, чем любые алмазы. Но со временем у вас будет столько воды, сколько вам нужно. Тогда каждая дополнительная бутылка становится лишним грузом. Вот тогда вы начинаете выбирать алмазы, а не воду. И так не только с предметами первой необходимости. Если говорить о большинстве вещей, то чем больше их у вас, тем меньше удовольствия или пользы от каждой вновь приобретенной вещи. Это закон, убывающий предельной полезности. Вы бы с удовольствием купили 2 или 3 порции любимой еды, но четвертая вызвала бы у вас отвращение. А сотая испортилась бы до того, как вы к ней притронулись. Или можно ходить на один и тот же фильм, пока он вам не наскучит, или пока не закончатся деньги. В любом случае, вы дойдете до момента, когда предельная полезность от покупки еще одного билета в кино будет равна нулю. Понятие полезности применимо не только к покупкам, но и ко всем нашим решениям. Интуитивный способ сохранять наибольшую степень полезности состоит в измерении того, как мы тратим время и ресурсы. Когда базовые потребности удовлетворены, мы, по идее, придерживались бы принятых решений, только пока те приносят пользу или доставляют удовольствие. Конечно, то, насколько каждый из нас справляется с этой задачей в жизни, это отдельная история. Этот парадокс напоминает, что ценность определяем только мы сами, наши общие потребности, любимые вещи и выбор, который мы делаем. И в мире творчества, в мире, в которой вы перемещаетесь, когда позволяете себе это, на первый план действительно выходит ваш любовь. Что вы себе позволяете? Как вы видите свои новые ценности? И вдруг начинаешь понимать, насколько даже становится забавно вся наша привычка и причина что-то накапливать, потому что это не имеет никакой ценности. Человеку свойственно хранить и накапливать. Почему-то из прошлого, из тех наших традиций, считается модным хранить старые фотографии, хранить старые атрибуты, хранить вещи, которые больше не служат нам. И в тот момент, когда мы могли бы передать их другим людям, которым они нужны сейчас, и я говорила об этом буквально на предыдущей встрече, вот это наша потрясающая, замечательная концепция линейных городов. Вообще, когда линейных, не потому что они располагаются в мире переды и в мире перемещений, а согласно тому, как они размещаются на трассе и в пространстве, где человек действительно мог бы оставлять то, что больше ему не служит, и перемещаться в лучшее пространство. И человек вдруг начинает обнаруживать, что чем больше он разделяет плак с миром, тем больше к нему приходит. Потому что, когда вы живете в маленькой квартирке, понимаете, что вы выросли, вам сегодня комфортно было в ней, вам было сегодня удобно с этими вещами, и вдруг вы понимаете, пришло время перемещаться в новое пространство. Вы просто оставляете это. Вы оставляете это тому, кто идет и приближается к вам, кто сейчас в этом нуждается. Потому что для вас готово новое пространство. Для вас открылись новые площади, для вас открылось новое жилье, которое намного больше, потому что вы готовы к нему, потому что ваша семья увеличилась. Либо что-то произошло, и вам для вашей жизни, для вашей работы нужно большее пространство, нужно совершенно иное пространство. Когда вы видите, что техника, которая была рядом с вами, вам больше не нужна, неважно по какой причине вы перестали готовить или напротив, вы больше этим не готовите, вы купили лучшую технику. И всегда есть люди, которые с радостью готовы принять то, что, как вы считаете, в чем вы уже не нуждаетесь. Для того, чтобы человечество перестало обмениваться вещами, что на самом деле было раньше очень в ходу. Раньше считали людьми незазорным купить друг у друга технику, аппаратуру, вещи. Тем более все вещи носились очень долго и служили очень долго. Для того, чтобы это искривить и для того, чтобы человечество полностью перешло на плоскость потребления, выбрасывая покупки ради покупки, а не ради того, чтобы это стояло и служило дома, было внедрено в сознание человечества такое понятие, как мода. Такое понятие, как замена отслуживших, не отслуживших даже. Обязательно надо иметь более современную модель, более современный дизайн, более современную одежду и так далее, и так далее. Не более качественную, не более экологичную, не более натуральную, а более современную. И это дошло до многих степеней абсурда, и мы с вами это наблюдаем в своей собственной жизни, мы это наблюдаем среди наших знакомых, среди наших детей, которые озабочены только тем, как получить новую модель нового телефона. Причем, если бы старые модели хотя бы передавались бесплатно тому, кто не может сегодня купить вообще никакого телефона, таких людей на самом деле очень много. Когда вы начинаете переходить в миры творчества, вы очень плавно обнаруживаете себя за пределом миропотребления. Вы на самом деле начинаете понимать, что у вас всего не только достаточно, но у вас еще есть ресурсы, которые вы можете разделить с миром. Творчество – это деятельность, результат которой есть создание чего-либо качественно нового. Вы знаете, сейчас на планете, вот еще раз скажу, к сожалению, это не освещается, и сколько уже раз призывали человечество начать создавать альтернативные каналы новостей, каналы хороших новостей. Того, как на самом деле обстоят дела в мире, что хорошего произошло в сегодняшнем дне, что хорошего произошло вчера, что хорошего произошло в политике, где политики договорились, где финансисты согласились, где один банк помог своим клиентам, где государство позаботилось о своих гражданах, где люди, государство страны или города, либо поселка позаботились о себе, помогли друг другу. Этого не освещает новостях, но этого становится все больше и больше. Я помню, когда мы были еще в прошлом году в Прибалтике, на нас выходила команда, которые создали собственное сообщество, они не единственное на самом деле на этой планете, сообщество, которое обменивается друг с другом, на самом деле во всех странах, считают ли они себя процветающими, либо считают они себя отсталыми, существуют люди и семьи, которые остро нуждаются. Нуждаются в продуктах, нуждаются в деньгах для того, чтобы дети закончили школу, нуждаются в одежде. И это сообщество, оно объединило в себе несколько районов в Прибалтике, и они очень успешно обмениваются. Нашли добровольца, которые легко передают друг другу вещи, которые перевозят, потому что Прибалтика такая страна, как бы хуторов. Очень удалены друг от друга населенные пункты, нет таких огромных городов, как мы наблюдаем, это в Российской Федерации. И в остальном развитом, в кавычках, мире. И находятся люди, которые едут по пути и просто берут вещи и перевозят из пункта А в пункт Б, потому что они нужны. И есть люди, которые помогают другим закончить и получить высшее образование, либо среднее, либо начальное. Есть люди, которые помогают другим поддержать здоровье. Человеку свойственно заботится о человеке. И когда мы начинаем включать истинное творчество, вот то квантовое сознание, которое говорит, что наблюдатель влияет на ход эксперимента, мы начинаем вносить то качественно новое, создаем это, что меняет ход развития истории всего человечества. И вдруг человечество с удивлением обнаруживает, что чем бы оно ни занималось, что бы ни говорили в новостях и как бы не сгущали краски того, что существует в современном мире, мир движется к единству. Технологии стремятся объединиться, они стремятся взять лучше, не взять даже вот это концепция линейного мира, быстренько взять, пока сосед не видит, прибежать, перекрасить, сказать, что это мое. Технологии сейчас стараются объединиться, потому что в каждой технологии существует какой-то пробел, мы можем это назвать так, что-то, что необходимо доработать, но что доработано у соседа. И все больше и больше компаний, государства, политики, экономисты, финансисты начинают понимать, что пришло время объединяться. И таких людей в мире власти, в мире производства стало очень много, потому что таковых людей стало очень много среди тех, кого считают просто обычным человечеством, среди каждого отдельного человека. Человечество стало пробуждаться. И сейчас, когда человечество изменилось настолько, что может даже зафиксировать на приборах все эти скачки квантового сознания, все перемены и объясняет очень многие вещи, которые раньше являлись магическими, непонятными, наука это объясняет и говорит, что тут нет никакой магии. Это всего лишь новая степень знания. Мы теперь знаем, как описать это физическое явление. А значит, оно из разряд чудесных переходит в разряд обыденных, в разряд повседневных. Как та же самая лампочка, которую мы включаем, и она загорается, потому что мы теперь знаем, что такое электричество, и как подвести электричество к лампочке, которая подвешена у нас на потолке. И это очень интересно. Это очень интересно. Вы сейчас задаете вопросы в чате, профиксируя на приборах скачков сознания. Да вы знаете, просто наберите в интернете, и все у вас появится, вы все это будете видеть, включая все приборы, которые сейчас делают фотографии ауры, которые делают фотографии уже и перехода человека в момент физической смерти. Такого очень много на этой планете, включая то, что считается полтернистом и всем остальным. Ну а квантовые скачки сознания, тем более, что квантовые физики с этим работают. И очень много примеров в интернете, поэтому вы можете просто сейчас, пока слушаете меня, набрать и получить подтверждение всему, что вы хотите получить. Итак, линейный мир манипуляций, которым построен на страхе пророчеств. Вы знаете, почему так все озадачены получить очень хороший прогноз для себя. Обязательно пойти к кому-то, кто этот прогноз выдаст, совершенно упуская из своего сознания, что в этот момент человек, либо государство, либо страна передают силу другому. Они передают силу своему прошлому, который уже на самом деле не обязанно являться частью их настоящего. Они передают своему силу отдельному человеку, который, глядя на это прошлое, рассмотрев это прошлое, вынесет им вердикт, где они обязательно окажутся. И именно из этого, из этой линейности, из этой линейности прошлого, мы и сейчас еще видим такие пророчества, как обязательно должна быть война, потому что время пришло. Вот эти циклы, которые без конца то поднимаются, то опускаются. Да, в линейном мире, в мире ограниченного сознания это является нормой. Подобная цикличность разрушений, взлетов и падений, захватов является нормой. Но человечество меняется. И квантовое состояние сознания, где наблюдать влияет на ход эксперимента, когда он является осознанным, все больше и больше входит в нашу физическую реальность. Все больше и больше людей начинает мечтать. Мы говорили с вами об этом на предыдущих встречах. Мечтайте, потому что это меняет мир. Меняйте традиции. Перестаньте держаться традиции, как слепой стены. Об этом говорил еще Петр Первый, и я постоянно об этом говорю. Всегда помните, что квантовый мир творчества, в который мы сейчас вошли очень плотно, потому что на самом деле очень много людей на этой планете начали выходить за пределы ограничений. Они вдруг осознали, они не хотят жить, как их родители. Они не хотят жить в ограничениях, они не хотят жить в нехватках, они не желают всю свою жизнь потратить только на то, чтобы выплачивать долги. И это произошло не само по себе. Мы с вами говорили о том, что средняя продолжительность жизни человечества, планеты Земля, увеличилась. И человечество подошло к необходимости того, что всегда упускалось. К тому, что развитие сознания каждого человека и человечества в целом обязано выйти на первый план. И затем уже это поддерживает технологии, и затем это уже поддерживается технологией. И откуда сейчас, почему сейчас именно это является основным и главным атрибутом? Человечество, наши предки, наши даже с вами родители, они росли, воспитывались и развивались, исходя из концепции того, что они очень быстро уйдут. Поэтому у них было три фазы. У них была фаза детства, у них была фаза юности. Это были очень жестко ограниченные временные рамки. Ну, плюс-минус несколько лет, потому что еще несколько столетий назад, в 12 лет, и сейчас, кстати, во многих странах, которые считаются отсталными в сознании, девочек выдают замуж в 12-11 лет. Сейчас эти временные рамки перенитывались, но все же это является категорией детства, юности и зрелости. Следом за зрелостью в человечестве предыдущих эпох, потому что вы помните, что в 12-м году мы не только, в 2000-м году мы с вами перешли и в новое столетие, и в новое тысячелетие, и в новую эпоху. Мы стали миром, где перемены вышли на первый план. И катализатором этому всему является сознание, является творчество. Так вот, в тот момент, когда человек доживал до пенсии, как правило, после этой пенсии он жил очень мало, потому что это был период, который назывался старость. После того, как человек работал, выходил на пенсию, наступала старость, где остаток жизни человек посвящал заботе о внуках, заботе о доме, заботе об участке, саду, либо каком-то о своем загородном имуществе, если оно было, о том месте, где он жил. Потому что общий уровень жизни человечества был достаточно низким на самом деле. Поэтому все вынуждены были работать, и старики были основной поддержкой и опорой молодым семьям, которые рожали детей, и одновременно вынуждены были работать, чтобы обеспечить тех самых детей, себя и своих родителей. И сейчас мы подошли к новой неожиданной экране развития человечества. Продолжительность жизни человечества увеличилась. И вдруг встал вопрос, а чем будет заниматься человек после пенсии? И вдруг, в кавычках, оказалось, что человек после пенсии не собирается умирать в течение ближайших 50 лет после того, как он на эту пенсию вышел. Человек вдруг обнаружил себя, имеющим огромное количество времени и огромное количество выборов. Конечно, страны и государства, политики каким-то образом пытаются, как им кажется, решить эту проблему очередной кабалы отдельного человека, продляя пенсионный, повышая пенсионный возраст. Повышая возраст, когда человек уже вот просто, чтобы доработал, да, сейчас сколько это планка? 55-60 в России, за рубежом это 60-65, это, наверное, сейчас рассматривает возраст 70-80, чтобы уже вообще до пенсии вышел и сразу совершил переход, чтобы на развитие сознания времени не оставалось. Но мы не идем из прошлого. Мы вносим, потому что все включили творчество сейчас, благодаря технологиям, которые присутствуют на планете, на самом деле высвобождается свободное время. И человечество обнаружило себя уставшим от бесконечного просмотра телевизора, сериалов, либо новых блогластеров, либо чтения, бесконечного чтения книг. Человек вдруг в этих бульварных романах, либо чего-то иного, и человечество вдруг обнаружило, что у него появилось время на творчество. И в общей массе человечества началась переоценка ценностей. Человек стал смотреть и размышлять, если я проживу 100 лет здравия, ведь 50-60 лет нынешнего современного человечества это вовсе не те 50-60 лет наших родителей, когда в 50-60 лет большинство из них было уже людьми преклонного возраста, а если мы возьмем 200 лет назад, где средняя продолжительность составляла 30 лет, ввиду загрязненной экологии, вот очень многие почему-то все время отсылают себя назад в прошлое, заявляя о том, какой был там экологически чистый мир. Но достаточно просто набрать в интернете, прогуглить и почитать, какая жутчайшая антисанитария присутствовала во всех городах, поселениях и деревнях Средневековья и так далее. И не такой уж и грязный мир у нас сейчас. Другой момент, как мы используем ресурсы, которые нам предоставлены, и как мы используем свой возраст. Вдруг, в кавычках, оказалось, что в 50-60 лет человек является еще цветущим, полным жизнью, полным творчеством, и уход на пенсию является не тем периодом покоя, как это было еще 50-60 лет назад, когда человек просто доживал в окружении внуков, в окружении близких и радовался, что есть кому стакан воды подать. Сейчас, в 50-60 лет, многие начинают открывать свои новые бизнесы. Они, наконец-то, отдав все долги своим государством, странам, народам и своим семьям, потому что уже дети подросли, уже определились отношения, уже как бы все понятно с недвижимостью, потому что большинство людей к этому времени позаботились о себе. Человек обнаруживает себя свободным и начинает себе задавать вопросы, куда он будет использовать эту новую свободу, на что он будет тратить это высвободившееся время. И более того, человечество всего мира начало не только задумываться, но и предъявлять претензии своим государствам, потому что, когда человек знает, что ему на ту крохотную пенсию, которую ему назначило государство, надо протянуть всего 5-6 лет до того, как он совершит переход. Это совершенно одно поведение в социуме. Но когда человек обнаруживает, что он находится в расцвете своих сил и ума и после ухода на пенсию имеет сумму, которую он даже не может оплатить свои коммунальные услуги, человек начинает задумываться. А вместе с тем свободным временем, которое у него появилось в результате освобождения от большинства обязанностей, потому что мирной дети более самостоятельные, внуки более самостоятельные. Как правило, в современном мире мало кто кому является обузой. Люди научились заботиться о себе, люди научились брать на себя ответственность за свою жизнь. И большинство семей живут отдельно, дети живут отдельно, родители живут отдельно и свободное время. Сейчас является предметом обсуждения. Человек пытается понять, что с ним будет делать, куда он направит свое развитие в оставшийся период времени. И все больше и больше людей начинает позволять себе то, что они не позволяли себе раньше. Вновь возвращается на планету такое понятие, как хобби. И мы обнаруживаем людей, которые начинают учиться танцевать. Они так хотели это сделать когда-то. Это их элемент творчества. У них не хватало на это время. Люди начинают путешествовать. Люди, выходя на пенсии, начинают изучать языки. Они вдруг обнаруживают, что для многих это стало временем, свободой выбора. Когда они больше не обременены своими семьями, когда они не обременены необходимостью ходить на работу. И когда они действительно могут начать и посмотреть, начать смотреть на мир, на экономику, на политику непредубежденным взглядом. Когда они начинают поднимать своё сознание над теми ограничениями и тем внушением, которое было неотъемлемой частью жизни и культуры. И в этот момент мы вновь возвращаемся с вами к атрибуту пятна измерения, которым является творчество. И для того, чтобы у вас это закрепилось, ещё раз давайте, что творчество – это не момент, это когда вы обязаны создавать шедевры, создавать великие произведения искусства, вы не обязаны посвящать себя некой творческой профессии, вот это творческое, создавать космические корабли, а убираться на лестнице – это не творческое, ничего подобного. творчество – это когда вы проживаете каждый момент своей жизни полностью, когда вы осознаны, когда вы здесь и сейчас, когда каждое ваше действие, каждая ваша мысль, каждое ваше движение увеличивает на этой планете общечеловеческие ценности, ценности того, что значит быть осознанным человеком, что значит входить в поля творчества, и действительно, чем больше творчества на планете, тем меньше сбываются пророчества о конце мира. Да, наступает конец времен, о котором говорили и ацтеки, о котором говорили майя, на которых ссылаются, говоря о том, что должен был быть Армагеддон в 2012 году. На самом деле, они говорили о конце времен, о конце времен, об окончании времен такими, какими мы их знали, что прошлое являлось основным источником развития в настоящем. Эти времена закончились. На планету пришли новые творческие времена, новые творческие возможности. и это позволяет вносить сюда такие потенциалы, такие технологии, которых не существовало на планете. Вносить новые концепции, которые начинают объединять мир. И это то, почему мы в том числе и собрались с вами здесь, на этой площадке, это то, почему мы поддерживаем эту уникальную технологию, которая действительно помогает планете стать планетой-кворцом. Когда мы начинаем создавать технологию на основе возобновляемых источников энергии, когда мы начинаем полностью пересматривать, у нас есть возможность, начав внедрять линейные города вдоль транспорта второго уровня, начать внедрять и строить линейные города на совершенно новой концепции. И радостная весть всего этого в том, что то новое поколение, оно уже сейчас является поколением творцов, потому что мы, как бабушки, дедушки, наши дети, как новые родители, мы все равно начинаем применять творчество везде. Мы начинаем понимать, что мы творим в реальность. Мы начинаем понимать и не просто понимать, мы начинаем применять и открыто говорить о том, что мы строим свой новый мир, что мы желаем видеть мир таким, какой он есть на самом деле благорасположенным к нам, очень добрым, очень поддерживающим, где планета с каждым днем и с каждым часом становится все более процветающий, становится все более чистой. И в этих новых полях творчества все больше человечества начинает понимать, человечеству не нужны никакие катастрофы для того, чтобы начать использовать новые концепции. Человечеству важно объединяться, объединяться в новых проектах, объединяться в новых концепциях, объединяться в новых течениях, В новых направлениях, в новой политике, в новых финансах и мы видим это везде в интернете. Когда создаются новые платежные системы, когда новые технологии начинают внедряться другими способами и так, как это было раньше, где все бегали и просили у государства, у финансистов, у крупных бизнесменов денег или поддержки на то, чтобы внедрить то, что поддерживает человечество. Мы видим, насколько человечество изменилось, насколько человечество как отдельный человек и как биомасса на этой планете, да, мы биомасса, начинаем наконец понимать, что мы решаем, в каком мире мы живем. Миры творчества очень плотно подошли сейчас к тому, что соприкасается с умом физического человека. Человек начинает понимать, что главное это не его ум, главное это его способность быть осознанным и смотреть, каковой он хочет видеть планету. И главное это возможность позволить себе быть на этой планете всем. И те новые концепции, которые сейчас появляются на этой планете, это возможность идти от хорошего к лучшему, от лучшего к наивысшему. Вот она новая концепция. Вот она новая степень свободы, где учитываются интересы каждого. И я желаю вам быть свободными. И я желаю вам быть теми людьми, которые начинают вносить новые технологии, которые начинают менять свою жизнь и через это меняют жизнь человечества. Сейчас средняя продолжительность вашей жизни подходит к 150 годам. В каком мире вы хотите жить? О чем вы мечтаете? Чем вы помогаете себе и человечеству жить во всеобщем изобилии, всеобщем равенстве и братстве, как бы забавно это ни звучало, но это общечеловеческие ценности. Чистый воздух. Когда всем хватает ресурсов, когда планета в любой своей точке не испытывает проблем с водой, проблем с едой, проблем с образованием, когда всеобщее образование становится неотъемленным достоянием и качеством жизни каждого человека, планеты Земля. Мечтайте, будьте собой и помните, ваш голос имеет значение. Действительно, у меня очень много общего с моим персоналом. А если не секрет, что именно, Федор Сергеевич? Как бы сказать... Жизнь пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное, не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить. В этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, битвистому и сложному. Иди уверенно. Не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать, за что-то новое браться. Не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери от жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви. Твоя лодка не должна быть тонной. Слези, кайкает музыка, танцуй. С свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда весел. Вам, взрослым, всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавль, а не синица. Ваша жизнь, словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга, А детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой, не признавая вину, Это взрослые, а не дети могут развязать войну. Винни момент, никогда не бывает вечным, Все, что нам кажется бесконечным. Ведь жизнь короткая. Будь счастливым, будь верным другом, Будь терпеливым. Если любишь, то скажи об этом. Поделись с близкими счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все про жизнь знаешь. Жди, пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет. Жди, пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет. Жди, пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. Жди, пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. Жди, пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. Жди, пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет. Свободной птицей по миру лети. 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 Свободной птицей по миру лети.